МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В музее Новоспасского отметили юбилей сотрудницы. А теперь об этих и других событиях подробнее. В Смоленской области стартовала декларационная кампания. С начала года в налоговые органы области уже представлено более полутора тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц. Это более чем на 10% превышает показатели прошлого года. С 1 февраля на 7% увеличились все социальные выплаты. Повышение государственной помощи коснется всех социальных выплат федерального уровня, кроме материнского капитала. На эти цели из федерального бюджета выделено 30 миллиардов рублей. Также ожидается повышение пенсий для неработающих пенсионеров на 4%. Глава администрации Вячеслав Сидунков подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую подробности в нашем сюжете. По итогам участия во всероссийском конкурсе «Дети разные важны» Десногорск награждён благодарственным письмом организаторов. «Хочу поблагодарить всех участников, всех неравнодушных жителей и руководителей нашего города, которые к детям огромное внимание оказывают в нашем городе». За минувшую неделю десногорцы вызывали скорую 377 раз, а это на 70 вызовов больше, чем на предыдущей. В связи с эпидемией гриппа и повышением заболеваемости ОРВИ выделена третья машина скорой для оказания неотложной помощи больным острыми респираторными заболеваниями. Отдел социальной защиты населения принимает документы для участия в конкурсе по охране труда. «Это лучшее состояние условий охраны труда в организации и лучшие уполномоченные по охране труда. Заявки можно подавать в кабинет 102 отдела соцзащиты до 25 февраля». Итоги конкурса будут подведены в конце февраля. В администрации сформирована комиссия по обследованию территорий города. В ближайший понедельник, 8 февраля, планируется посетить 2-й и 6-й микрорайоны Десногорска. «Посмотрим, как у нас осуществляется содержание придомовых территорий, как осуществляется уборка дорог, улиц от снега. Будем выявлять правонарушителей, владельцев транспортных средств, которые оставляют свои автомобили в неустановленных местах». С 1 февраля в школах города началась запись детей в первые классы. «Нужно иметь обязательно свидетельство о рождении ребёнка, копию его, свой собственный подход, подтверждающий, что вы в родстве, и справку о проживании, потому что это связано с тем, что наши учреждения распределены по микрорайонам». В лыжной гонке «Фонарь», состоявшейся 28 января, приняли участие 50 спортсменов из Десногорска и Рославля. Семь лет назад, 1 февраля 2009 года, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл зашёл на престол Русской Православной Церкви. А 1 февраля 2016 года патриарх Кирилл возглавил богослужение в Московском храме Христа Спасителя. Напомним, что предстоятель Русской Православной Церкви является почётным гражданином Смоленска. Мультимедийная презентация Смоленской митрополии «Сердце в молитве, а руки в труде» вошла в число победителей конкурса «Православная инициатива в развитии моего края», заняв второе место. Всего на конкурс было представлено 57 работ. Церемония награждения состоялась 27 января в рамках 24-х международных рождественских чтений в Храме Христа Спасителя в Москве. При проведении ежегодных лыжных соревнований «Фонарь» организаторы гонок обнаружили, что трасса буквально изрыта колёсами квадроциклов. Подробности в нашем сюжете. Лыжная трасса в Генино практически единственная в Десногорске для тренировки лыжников и проведения соревнований. Она оборудована всем необходимым и в лыжный сезон поддерживается в надлежащем виде. Так, накануне марафона «Фонарь» по трассе прошли бураны и подготовили лыжню. А при проведении гонок спортсмены обнаружили, что местами трассу кто-то перепахал квадроциклами. Лыжники наши готовились, были выделены деньги, то есть ходили бураны, готовились к лыжным соревнованиям, на что получили результат во время лыжных соревнований нам попортили всю лыжную трассу. Так как катались профессионалы, это могло привести и к травмам, и к поломкам лыжам. Ну и вообще-то было как бы очень неприятно, потому что были затрачены силы и средства. Спортсмены тоже возмущены этим фактом. Они прекрасно понимают, что испорченная лыжня может быть угрозой для здоровья. Наши лыжники заблаговременно приготовили трассу в начале зимы. Вот, она сейчас плотная, снег держится, но, естественно, где-то уже и лед, и вода. А там, видимо, кто-то проехал на квадроцикле и по центру, и по краям. Она была ровная, сейчас с такой ложбиной. Конечно, неудобно, кто-то может упасть, повредить не только лыжи, но и фейс. Работники ФОК Десна обещают восстановить лыжню. В феврале уже пройдут новые соревнования. Роспотребнадзор обнародовал данные о свином гриппе за неделю с 25 по 31 января, и они неутешительны. Из 113 лабораторно исследованных образцов больных у 50 выявлены вирусы пандемического свиного гриппа H1N1. И в десногорских школах карантин продлён до 6 февраля включительно. 1 февраля был опубликован указ президента о награждении государственными наградами Российской Федерации. Приятно отметить, что в числе награждённых смоленские педагоги. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награждены директор Якимовичской школы-интерната Владимир Андреев и директор 7-й школы Рославля Наталья Кульман. Звание заслуженного учителя Российской Федерации присвоено Наталье Василенковой, учителю Починковской школы-интерната. Поздравляем земляков! Сотрудники Управления экономической безопасности у МВД России по Смоленской области совместно с коллегами МВД Гагаринский зафиксировали факт получения взятки работниками энергетической компании. Для этого сотрудникам полиции пришлось провести целый ряд разыскных мероприятий, при которых они установили. В городе Сычевка задокументирован факт получения взятки в размере 100 тысяч рублей двумя сотрудниками энергетической организации. Деньги были переданы представителям одной из организаций за непринятие мер к взысканию штрафных санкций с фирмы за безучетное потребление энергоресурсов. Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Правительство России выделит регионам внебюджетные трансферты на поощрение лучших сельских учреждений культуры и их работников. Средства выделены 80 субъектам федерации, в том числе и Смоленской области. В этом году поощрение получат 13 сельских учреждений культуры региона, а также 7 лучших работников отрасли. На официальном сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области можно задать вопрос начальнику – полковнику Назарко. Сделать это можно, кликнув по ссылке «Задать вопрос», которая помещена в правом верхнем углу сайта. Заявления и обращения граждан регистрируются и рассматриваются в срок до одного месяца со дня поступления. Около 30 лет Тамара Королёва работала старшим научным сотрудником музея-усадьбы Михаила Глинки в Новоспасском. Она была и остаётся душой этого места. Совсем недавно Тамара Кузьминишна отметила свой 80-летний юбилей. Поздравить эту удивительную женщину с юбилейным днём рождения собрались работники культуры со всей Смоленщины. Ездили туда и десногорцы, педагоги музыкальной школы, недавно получившей почётное звание Глинки, и представители трудового коллектива Смоленской АЭС. «Своей любовью к творчеству Михаила Ивановича Глинки, любовью к его малой родине, Тамара Кузьминишна, я не побоюсь этого слова, снискала действительно всенародную любовь». Заслуги Тамары Кузьминишны очень велики. Она стояла у истоков и была одним из организаторов музея-усадьбы Михаила Глинки в Новоспасском. Исследовала жизнь и творчество великого композитора Смоленщины. Открытый в 1982 году музей является одним из культурно-исторических центров нашей области. В научном архиве Смоленского музея-заповедника хранится огромное количество документов и других наработок, которые подготовила Тамара Королёва. А это – основа для поступательного развития музея. «Когда мы говорим о Новоспасском, мы сразу вспоминаем Тамару Кузьминишну. И не потому, что это такая, знаете, запятая. Потому что Тамара Кузьминишна – это тот фундамент, который твёрдый, основательный. И поэтому этот музей существует, развивается. И я думаю, что ваши последователи будут познакомиться с нами». Сердечные поздравления прозвучали от потомков Михаила Глинки, от потомков няни-композитора, от музыкантов Санкт-Петербургской консерватории, не раз бывавших в Новоспасском с концертами, от смоленских композиторов и коллег. В честь юбилея Тамаре Кузьминишне вручили благодарственные письма областного департамента по культуре и туризму и директора музея-заповедника. Поздравляем! Видео «Мальчик разбил айпад», снятое на территории торгового центра «Галактика» в Смоленске только за первые двое суток, набрало около 800 тысяч просмотров, уже став самым успешным смоленским роликом. Главный герой – артист цирка Дмитрий Бондарев. Чем же этот ролик привлек внимание? Давайте посмотрим еще раз вместе. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала – disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова